Здравствуйте, с вами Аксена Пушкина. В эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшняя история называется «Любовь и тайны в часовом». Татьяна узнала о том, что её муж изменяет ей со всем городом. Любовницы мужа грозят бедной женщине убить её и детей. Она боится потерять дочь и сына. Уйти от мужа – единственный выход, чтобы не наложить на себя руки. Татьяна у нас в студии, приветствуем её. Танечка, здравствуйте. Тань, скажите, пожалуйста, действительно ваш муж изменяет со всем городом? Вам. Я не могу ответить точно на этот вопрос, но подозрения о измене у меня есть. А откуда у вас такие подозрения возникли? Подозрения возникли от того, что когда родился второй ребёнок, он начал уходить от нас. И в общей сложности он не жил за год 10 месяцев дома. Приходил, уходил. А потом, когда он вернулся и решил снова с нами жить, всё так стало хорошо в семье, двое детей. И вдруг мне на мой сотовый телефон стали приходить смс номера 090. Оставь его, оскорбление, он мой. А потом стали угрожать? Потом мне пришло на работу письмо, где уже была угроза прямая. Мне передала секретарь, я сразу же, у меня ещё есть такое чувство, как, ну я чувствую всё. Взяв конверт в руки, я сразу поняла, что это злое письмо. Вот. Открыла, прочитала его. Конечно, неприятное содержание было. Ну какое неприятное? Там сразу угроза, шантаж. Они любят друг друга, что... А, любовное письмо. Да, любовное письмо, что всё равно, в любом случае, заживо, но меня сгноят. Это вы всё терпели? Это я всё терпела. Я обращалась в полицию, где мне написали отказ. Почему? Нет оснований. Ни письма, ни вот это всё. Да, причём я прикладывала всё, я сама уже стала Шерлоком Холмсом. Я расследовала всё, я разложила всё по полочкам, я нашла этого человека на третий год. Эту женщину? Эту женщину. Три года искали? Да. Героическая женщина. С ума сошла? Нет, ну а по сумам? Зачем он вам нужен, такой похотливый мужик? Посмотрим на экран. Смерти иногда желает мне. Или молча выводит. Я, говорит, тебя выведу молча, ты умрёшь. Татьяна Шишкина в браке 17 лет. Когда она узнала, что супруг изменяет ей со всем городом, её жизнь превратилась в кромешный ад. Каждый день она получает сообщение с угрозами от бесчисленных любовниц своего мужа. Ко мне на работу приходит письмо, типа от его любовницы, с очень дурным содержанием, что она меня сгноит живую, заживо сгноит. И что работать я в школе не буду. Сергей не обращает внимания на истерики жены. И это доводит Татьяну до иступления. Мне было настолько больно. Брала нож в руки. Говорю, я тебя сейчас убью. Потом убирала. Но соседи уверены, в семейном конфликте виновата сама Татьяна. Сергей всегда идёт на компромисс. Ну как, нормальная семья? Просто я вот так вот вижу, ну, то дрова колит, то ещё что-нибудь, вот такое. Прекрасный парень! Дело в том, что я ещё упустила один момент. В интернете стали создавать про меня разные анкеты, где были даны все мои данные, мой контактный телефон. И что говорилось в интернете про вас? Что я женщина лёгкого поведения, оказываю интим услуги за деньги. А вы встречались с этим лицом? Да. И как это было? Значит, когда пришли сообщения на сайт моей дочери, фотография вот женщины и моего мужа, где мне постоянно, кстати, звонили, говорили, что у него будет ребёнок, и на сайт дочери пришла фотография с дурным содержанием, что они любят друг друга, что отца заберут. Затем к моей дочери стали приходить СМС-ки на телефон, что будет шведская семья, что мать убьют. Ребёнка моего отдадут, который прошёл 4 реанимации, отдадут в детский дом. А девочку мою красивую они заберут к себе. И насколько я знаю, вашей сестре тоже угрожали. И моей сестре тоже делали вот эти анкеты в интернете. Танечка, к нам в студию приехала ваша сестра. Лидия, приветствуем Лидию. Здравствуйте. Лидочка, скажите мне, пожалуйста, вот как вам угрожали? Создавались анкеты с фотографиями ужасными. И давался тоже мой контактный телефон. И мне тоже звонили. Даже я меняла СИМ-карты. Что вы дальше делали? Вот вы с этой тётенькой встретились. Посмотрели ей в глаза. Муж по-прежнему отказывался от того, что Романа нет? Конечно, он отказывался. Отказывался? Да. А что он говорил? Он говорил, что зашёл по делу, что тут дела, что он идёт на работу, когда у него выходной в ночь. А вот. Татьяна, вы же чувствовали. Вы же говорите, что вы чувствовали. Я чувствовала. Зачем вы сама... А за руку вы хватали, Танечка, его в постели. Давайте послушаем маму нашей героини. Людмила у нас в студии. Здравствуйте. Людмила, вам угрожали любовницы вашего зятя? Во-первых, я хочу сказать большое спасибо, что вы заинтересовались нашим вопросом. Пожалуйста. Она вышла за него замуж с огромной любовью. Но дело в том, что он детдомовский, интернатовский. Мама у него хронический алкоголик. Ясно. Понятно. А скажите, вы сказали, что вы дали ему образование. Да. А как? У меня муж в техникуме работает. И вы заставили его учиться? Да, он учился. Мы ему помогли. Он сейчас уважаемый человек у нас. Он мастером работает в заводе. И зовут его Сергей Сергеевич, а не Сережка или как-нибудь там. Но дело в том, что я в основном с такой претензией к этим дамам, которые вот именно... Я их назвала тетки, а вы так интеллигентно дамы. Ну, естественно, дамы, потому что я все понимаю. Одиночество, вот эта безысходность. Но вы ради Бога занимаетесь. Пусть он вас обсеменяет, как моя бабушка за озером говорила. Но не влезайте в семью. Да не влезайте в семью. А скажите, ну ладно влезли. У каждого там, каждый по-своему воспитан. Но ведь и угрожали людям. А угрожают самым бессонистым образом. А вам как угрожают? Я очень прошу, чтобы мои слова прозвучали обязательно. Я делаю обращение к одной даме. Она коллега у моей Тани. Преподает музыку Новикова Ирина Александровна. Она показала второе лицо. При мне она... Ой, Людмила Григорьевна, Людмила Григорьевна. А тут вдруг она мне по телефону говорит, я знаю, что... Как Юля ваша ходит по дороге. Мы... И выразилась соответствующим образом. А Ванюшку вашего... А что значит, подожди, я знаю, как Юля ходит по дороге и... И... Извините. Ну, мне сказали, нельзя от нее слова говорить. Да можно, мы там разберемся. Отпустили. А-а-а, я думала, с объем на машине. Нет, вот именно таким образом. Понятно. Вы можете представить мое состояние? В надежде девочки живут. А вдруг он... А вдруг он... Они его любят, лелеют, с него пылинки сдувают. Ну, опять он слой. Да, и в величию... Можно я сказать? И в величию-то не на него жалуются. Понимаешь? Потому что он хороший. А на девочке... А вот сказали хороший вопрос. А на него когда-нибудь жаловались, что пил, угрожал? Я и на него писала, потому что у меня было несколько демоверсий, кто это сделал. И писала, что он в сговоре и делает это тоже. Да. Я тоже писала на него. Но при этом продолжали с ним жить. Продолжала с ним жить, потому что он мне помогает по дому. Правда, тяжело в своем доме. А-а-а, я хотела спросить... Это пылесос. Он вам шикарно будет помогать по дому. Новый пылесос. Знаете, какие сейчас пылесосы роботы есть? Очень недорого. Не дорого, не что. Сейчас мы увидим Сергея. Сергей у нас в студии. Здравствуйте, Сергей. Внимание на экран. Сергей Шишкин – плотник на заводе. Утверждает, его жена слишком много требует. Основной заработок в семью несет именно он. У нас мартеновские печи. Их ремонт горячий. Работа тяжелая, сложная порой. Татьяна годами изводит супруга истериками и скандалами. Но уйти он никогда не сможет. Главное для супруга – его собственные дети. Я стараюсь не кричать на детей. Нельзя. Или сказать что-то ребенку такое. Я очень детей люблю. Играю, сижу постоянно дома. Контакт у меня постоянно здесь нет. Сергей утверждает, его жена – мнительная и агрессивная женщина. Она давно убила мир и согласие в семье подозрениями и шпионажем. Она от нее и на работу звонит, и всем звонит, и телефон мой ковыряет. Вообще это не признаю. Я ей не лезу ни к подругам, ни в ее телефон, не обзваниваю никого. Сергей, вы любите свою жену? У меня своя любовь к ней, которая внутри меня. А какая любовь своя? Что это такое, своя любовь? Ну, сколько мы прожили уже, сколько пережили, все это по течению как бы идет. Страсть угасала постепенно? Ну, проблемы, которые вот… Страсть – это болезнь, болезнь – проходит. Которые проблемы вот накопились. Я это в себе держу. Пик какой-то происходит. Ну вот, поругаемся, или она меня там оскорбит. Любой конфликт в выражениях тоже она себя не останавливает. Ухожу я из дома. Ну, как же вам не стыдно? Вот вы ругаетесь. Ну, вы о детях-то должны думать. Дети видят пример жуткий. Подождите. Прозвать дети с ним можете сохранить семью. Вопрос не в этом. Постоянное вызывание чувства вину мужчины относительно детей приводит к таким ситуациям. Сергей, вы не умеете принимать решения. Вы знаете. Вот ваша одинаковость. Вы чувствуете, он знает. И вы не смогли принять решение о том, что вам нужно отпустить друг друга в свободное счастливое плавание. Мы с вами согласны. После рождения второго ребенка сразу. После рождения первого ребенка. А, после рождения первого ребенка. Что случается дальше? Они делают самую грубейшую ошибку. Спасают семью рождением еще одного ребенка. И я уверена, у ребенка есть болезнь. И я уверена, ребенок болеет. И я уверена, что это как тяжесть вашей оковы. Ребенок родился с цитомигаловирусом. И у него был еще остеомиолит. Четыре реанимации. Нарушение проводки рода. Нельзя рожать детей для того, чтобы возобновить отношения между мужем и женой. Никогда. Хорошо. А по поводу измен. Изменяешь жене или нет? Нет. Нет. У нас есть в виде доказательства мнение подруги, которая утверждает, что Сергей изменяет своей жене. То, что сделал этот человек, это простить нельзя. Та женщина в положении, в мае ей уже рожать, он живет на две семьи. Я считаю, что это, наверное, ну как это можно простить? Не уходит от Татьяны, издевается над ней и над детьми, над своими. И ходит туда. Там у него прекрасное отношение. Сереж, о какой женщине идет речь и почему вы живете на две семьи? Это подруга. Она ничего не знает вообще. Это просто подруга? Это просто подруга, она ничего не знает. Это не факт. Или это женщина, с которой у вас тоже были взаимоотношения? Это просто с ее стороны поддержка. Поддержка кого? Татьяны. Ну кто против меня? Мы подытожим, у вас никакой женщины нет. И на две семьи вы не живете, и никто у вас не в положении, и не ждет ребенка. Сережа, в этой студии врать нельзя. У меня знакомых женщин, ну не скажу, что все, весь там город, но есть. Есть. Да, я считаю, это нормально. У вас с ними есть интимные отношения? Нет. Ты мне сейчас абсолютно правду говоришь? Да, я сейчас поясню все. Абсолютно правду говоришь. У нас в студии дочь, ребят, Татьяны и Сергея, которая утверждает, что любовницы папы ей в социальных сетях тоже оставляли сообщения. Какого характера, мы сейчас узнаем. Юлия у нас в студии. Так, дорогая моя, значит, что ты получила, какого рода надпись? Представили фотографию, где в каком-то, я не поняла, где это происходило, именно в каком месте, но он сидел, эта женщина, да, сидела с ним в обнимку. Ну, как в обнимку, вот так вот просто как подружка или так вот в обнимушку, в обнимушку? Ну, по ее черту лица мне показалось, что она как-то ехидна, что он мой, что никому тебя не отдам, вот что-то такое. А у него лицо... Сколько тебе лет? 14 будет. Ну, ты уже должна в этом разбираться. Да. А у него лицо? Мне показалось, что он был пьяный, честно. Фотография и с какой надписью? А там ничего не было написано. Просто Кристина на рынке, она вот писала мне. Папа. Как фотография папы оказалась в социальной сети дочери? Эта фотография была скачана, и ей отправлено такое сообщение. С целью нести в раздорную семью. То есть, тем более дочки. Это больной удар, это продуманный ход. Все. И где женщина ждет ребенка. В этом случае, вы должны были дочери... Вы должны были... Как вы поступили? И знаете, тем более, кто это сделал. Я разбирался, я разбирался с этим делом. И что вы знаете, агария дети? Ездил лично, звонил. Да за свою дочку надо вообще было встать. Я не знаю, на горло ей наступить. Ну, вы знаете, знаете, что я приду иглу, у меня фактов-то нет. Надо было сначала разобраться. Какой факт? Фотография? Какой факт? Какой факт? В девочке залез. Вы посадите ему, уже вы его посадите в конце концов. Сейчас его подопьете, он пойдет разбираться. На свои слова давайте отвечать будем тоже. Сумажившие бабы провоцируют человека, а вы хотите, чтобы он пошел, кому-нибудь оторвал голову, его посадили потом. Да мало ли кто будет вот так вас всю жизнь шантажировать. Внимание на экран. Любимая, с днем влюбленных тебя. Я люблю тебя. Доброе утро, любимая. Я не хотел делать тебе больно. Я все делал любя. Извини меня. Любимая, с праздником. Здоровья, счастья и вечной любви. Сереж, что это за переписка? Это твоя переписка с некой женщиной. Любимой называют не каждую женщину, а действительно любимую. Понимаешь, прихватили мы тебя. Колитесь, Сергей. Ну это что я тут увидел на экране. Понятно. Покажите. Покажите. Докажите. Мы сейчас, Сергей, вам все покажем и докажем, что... И телезрителям докажем, что мы здесь никого не обманываем. Спасибо тебе. Кристина у нас в студии. Спасибо тебе. Ваше. Сюда, здравствуй. Так, Кристина. Это ваш сын? Да. Да. Кем приходится Сергей вам? А, Сергей, это спрашивали, кем приходится мне? Вот я вас спрашиваю, кем приходится Сергей вам, потому что Сергей ни в чем не признается, Кристина. Я думаю, так всегда мужики поступают, но вот я поэтому вас хочу спросить. Ну кто? Так пускай Сергей ответит. Сергей, кто эта женщина? Вы ее знаете? Я знаю, конечно, ее хорошо. Кто она? Кристина Нарынкина. Моя знакомая. Знакомая? Очередная знакомая? Зачем? Все ее знают, Таня знает ее. А вы знаете, Тань? Почему очередная? Тань, знаешь ее? Я ее знаю, эту женщину. Я думаю, что все это делала она. А он ей позволял. Она мне сказала, что ребенок у нее от него. Он к ней ходит. Я их видела вместе дома. И они надо мной оба смеются. Мне нужна была правда. Ну так, Кристина, скажи. Что ты боишься-то? Ничего не было. Скажи, мы не делали. Никто. Что именно делали? Ну, я все-таки хочу вернуться к вопросу. Вот кто Сергей является для тебя? Любимый мужчина. Любимый мужчина, никогда не было жалко его. Наглец. Так, без вызывания чувствованные. Вы знаете, как нам достался Ваня? Он ел собачкинался, чтобы выжить. Ты знаешь, как нам достался Ваня? Когда нам сказали, что у ребенка остынный элит. Это на первом месяце. Любимая? Все мои дети, все мои внуки. Это дрянь, они любимые. Перед иконой, Таня, подожди. Стояли на коленях и просили, Боженька, оставь нам Ваню. Не забирай. Как ты посмела? Как посмела ты вторгнуться в чужую жизнь? В чужую? Где у нас столько было больше, что в день. И ты боишься правду говорить. Играешь глазками. Учти, есть Божий суд. Это макро. Они венчены. Я тебе скажу, они венчены. И что с тобой будет? Вашему Ване, что вы делали плохого? Не ты беременная? Я говорю, ваше Ване. Ты знаешь, что будет? Дело ли плохого? С ней будешь жить, да? Без дела неплохо, вторгнись в чужую семью. Что мало мужиков? Мало мужиков? Он венчанный. Я заклинаю все и все ради своих детей. Вам тоже обижал его ребенка. Но это несчастный человек. И ты. Еще годы будут. Татьяна Шишкина в браке 17 лет. Когда она узнала, что супруг изменяет ей со всем городом, ее жизнь превратилась в кромешный ад. Каждый день она получает сообщения с угрозами от бесчисленных любовниц своего мужа. Ко мне на работу приходит письмо типа от его любовницы с очень дурным содержанием. Что она меня сгноит живую, заживо сгноит. И что работать я в школе не буду. Сергей не обращает внимания на истерики жены. И это доводит Татьяну до иступления. Мне было настолько больно. Брала нож в руки. Говорю, я тебя сейчас убью. Потом убирала. Но соседи уверены. В семейном конфликте виновата сама Татьяна. Сергей всегда идет на компромисс. Ну как, нормальная семья? Просто я вот так вот вижу, ну, то дрова колит, то что-нибудь, вот такое. Прекрасный парень. Какие тайны скрывает Чусовой? Кто в этой семье говорит правду? С кем останется Сергей? Выберет жену и детей или уйдет к очередной любовнице? Как вообще происходит общение с Сергеем? Он как часто к тебе приходит домой? Ну, постоянно. Давайте я отвечу. Давай, наконец-то. Дело в том, что эти угрозы обединили, вот, и попала она вот на эту, попала она в этот треугольник-то, вот, по этой причине. Кристина. Угрозы были, и вот ее фотография, которую увидела дочь, естественно, засветилась, и Таня стала интересна, кто она такая, и какое отношение ко мне имеет. Все выяснила, кто она такая, и чего. Сергей, какое отношение она к тебе имеет? Она твоя вторая жена, или она твоя любовница? Нет, у нее своя жизнь. У нее свой ребенок и своя жизнь. Она твоя любовница. Она если беременна, то это ее ребенок. Это ее ребенок. Зачем я буду... Мне это зачем лезть, я буду. У меня свои дети, и своя семья, от которых... Он даже не признает, Кристина, твоего ребенка... Вот, смотри, сейчас твой любимый мужчина отказался впрямую, вот, глядя тебе в глаза, твоего собственного ребенка. Это ее ребенок, он сказал. Ну, это мой ребенок. Но она же мать. Тебя это устраивает? Да она его просто любит. Оксан, смотри на нее. Он ей действительно нравится. Смотри, она его любит. Жена на него орет, как сумасшедшая. А что жена должна делать? От боли я ору. Да не надо от боли, надо на маму свою орать, а не на него. Вот она как женщина, а вы как мамочка. А ему семье не хватало с детства. Будет с ней жить. А с мамочками психологически не спят. Поэтому он убегает от нее. Она ведет себя над ним, как мама. Она его слишком опекает. Она его контролирует, давит. И он убегает поэтому. Кристина, вот абсолютно женский вопрос. Вот как ты к нему относишься? Ты его любишь? Да, люблю. Ты хотела бы выйти за него замуж? Нет. А почему, если человек любит? Ты не хочешь с ним жить. Тебя устраивает, я еще раз повторяюсь, вот такая вот жизнь на два дома. И ты не ревнуешь его? Ну, изначально было это все не так сказано. Что они живут по две стороны дома. То есть жена с детьми в одной стороне дома, а он в другой. Любимая писала. Просто ради детей, вот что. Как квартиранты. Кристина, вот с какой целью ты к нам приехала? Ты хочешь с ним, чтобы после этой программы он переехал к тебе? Он расстался с женой? Или как? Или мы зацементируем эту ситуацию и вы будете жить на две семьи? Отвязались, вот, все семейство шишки. А семейство не отвяжется, потому что он часть этой семьи. Ну вот, пускай они разбираются с ним, жена с ним. А почему она ходит мне дверь и выламывает? На каком основании? Тань, тебя устраивают эти ответы? Мой муж мне сказал, этот ребенок не его, это ребенок какого-то Алика. Этот ребенок ему не нужен. Таня, я тебя никогда не оставлю, я люблю только тебя. А ее весь город поимел. Твои слова? Когда я тебе такое говорил? Твои слова? Оксана, я вам не понимаю, что я не могу. Таня, успокойся. Вообще, вы не мужчина, а тряпка. Устукойся. Сергей, у тебя что перемыкается? Твои слова? Ты сказал, что я в *** там. Сергей, Сергей. Оксана, можно вопрос? Ну, вы гладите от алкаша, и бывших алкашей не бывает. У мальчика. Он не несет вообще ответственности ни за ту женщину, ни за свою жену, ни за детей. Вообще ни за что, ни суда, ни совести, алкоголики конченые. Ответственность я несу. У меня любимые дети, и я за них в ответе. Какие любимые дети? Я так поняла, что любимые дети только в этой семье. У меня дочка и сын. Как-то непонятно. У меня дочка и сын. А вот тот, который в животе сейчас у Кристины. Один, который в животике, который рядом сидит. Какие дети-то любимые ваши? Про ответственность своих детей. Вот у меня есть. А вот этот, Сереж, а вот этот ребенок, который в животе сейчас. Поэтому меня уже спрашивали. И вам уже ответила Кристина, и я вам ответил. Кристина ответила, что вы отец ребенка. Значит, она так хочет. Сереж, мне никогда так и слотно не говорили. Кристина, вы здесь в течение уже почти получас. Наверное, смотрите, наблюдаете эту сногсшибательно увлекательную Санта-Барбару. При вас Сергей отказался от вас. Отказался от ребенка. Вы услышали вот этот перекрестный допрос. Какое сейчас у вас отношение к Сергею? И планы. Вот это вот шоковое состояние. Я так подразумеваю, что вы именно в этом состоянии сейчас находитесь. Потому что человек вас реально предает. Реально. Вы не разочаровались сейчас вот в нем? Разочаровались. Разочаровались. Вы не такого себе хотели, мужчину иметь рядом. И что будете дальше делать, Кристина? Сергей, вы расстанетесь сегодня? Кто-нибудь подберет. Да, наверное. Да, наверное или да? Да. Татьяна, а вот вы примете после всего того, что вы узнали? А что он-то скажет? Что ты хочешь сейчас? Ты же сама прекрасно знаешь, что детей я не оставлю. Как не оставишь? Это ты с нами будешь жить? А ты что, собралась с чужого папу, что ли, привезти домой? С детьми жить. Они не примут никого. С тобой не будет жить. Они меня любят. Пусть они друг с другом. Подождите. А ты просто успокойся. Вот она любимая твоя. У тебя больное? Больное немножко вот. Она твоя любимая по смс-кам. А ты смс-кам что этим, прям веришь? Да. Тань, вот что ты будешь с этим делать? Город маленький. Да, ты боишься, что тебя закрвет окружение? Нет. Вы понимаете, что я боюсь остаться одна, без мужского плеча. Тань, ты найдешь еще? Мне это тяжело. Тяжело. Я не смогу топить эти печи, носить воду, водить ребенка в саги. Тань, найдешь еще? Смотрите, какая история получилась. Идите, осталось. Они никогда не разойдутся. Потому что у нее две основных роли. Не просто мамочка. Она еще спаситель. Она мессия, которая спасает его от запоев. И к тому же еще у нее психологическая зависимость. И плюс еще низкая самооценка. Потому что она уверена, что останется без него. Не потому что печку она сама затопит. А она боится остаться одна. Вы представляете, в каком кафе они живут в этой Санта-Барбаре? Угрозы. Я поняла. Шантажи. Приходит, уходит. Представьте себе, что мы советуем разведить. Останься одна в этом эмоциональном вакууме. А мне еще показалось, вот как ни странно. Я на стороне Татьяны, безусловно. Но прозвучало следующее. Как я буду топить печь, как это та. То есть мужик, собственно, нужен как костыль. И в какой-то момент Сережа абсолютно это почувствовал. И побежал. Там, где он не костыль, а где его принимают вот эти бездонные глаза. Понимаешь? Знаете, кто знает решение проблем всех этих. Дочку, вот спросите у нее, что будет. Вот ты сегодня увидела, да, женщину, которую папа по всевератности любит. Спроси у папы, это его ребенок или нет? Так нет, я... Юль, я слышал. Присядь. Давай. Ну, скажи. Вот Кристина, она, когда мы с ней познакомились, да, ну, так вот пересеклось, познакомились через друзей, через общение. Ну, человек, ну, она забеременела, ждет ребенка. Это дело, ну, как матери личные, я считаю. От кого она забеременела? Так вы спросите у нее. Она может никому и не сказать. Она сказала, что она сказала. Правильно. Значит, хочет от такого, как я именно. Хочет от такого, как я, ведь это бывает. Ну, слушай, как Троцкий. Я тебе не могу приглашать. О, молодец. Троцкий красавец какой-то, да? Он действительно так красавец. Зачем так гнать? Я понимаю, что он первый парень не делит. Зачем так гнать? Отнеси меня, пожалуйста, зачем ты даешь Троцкого? Зачем ты гонишь? У тебя ни одного предложения закончено. Ты же мужик. Ты же смотри, какой осеменитель классный. Ну, скажи правду. Ё-моё. Почему вы даете начать новую жизнь? Еще раз тебе. Вы красивая женщина, молодая, здоровая. Вот послушайте, еще и унижается, оказывается. Еще унижается. Сестра говорит, что она не просто там устраивает истерики, когда он уходит, а еще и унижается, звонит, вернись. Таль, ну как мне вот в вас вселить какую-то уверенность и сказать, что вы красотка, вы понимаете? Никакая я не красотка. Красотка. Очень, да. Понимаете, очень красивая женщина. Так мы все на защите таких у вас глаза. У вас какая потрясающая профессия. Вы будете счастливы. Ну, вам нужно встретить вообще другого мужчину. Вам надо перестать унижаться. А скажите мне его? Нет. Найдите мне другого мужчину. Найдите мне другого мужчину, говорит Таня. У нас есть такая возможность. Мы сейчас делаем объявление. Так, мужчины всей страны. Поработаю с Вахой. Мужчины всей страны. Кому понравилась Татьяна, пишите нам в редакцию и звоните. Сережа, мы найдем ей мужа. Но ты тогда, ты действительно ее потеряешь. Потому что будет лучше. Сто процентов, Танечка. Но тебе нужно меняться. Мама, она с ним не расстанется. Я это знаю. Можно я скажу еще? А почему? Скажи мне. Почему? Ну, потому что у нее уже было это миллион раз. Мы ехали, мы ездили на море. И она нам все время говорила, я его не прощаю. Я его не пущу. Нет, ни при каких условиях. Я все, я вот изменилась. Но мы приехали домой, конечно, он ушел. И мы о нем не вспоминали, вот честно. Она звонит ему и говорит, я без тебя не могу, вернись. Она его любит. А ты не можешь сказать, мама, не звони, хватит унижаться. Я ей сто раз это повторяла. Она не может. Я говорю, забери у него сим-карту. Смени номер, не звони ему. Телефон разбей в конце концов. Но я не понимаю. Какие у нас мудрые дети. А вы согласны с такой ситуацией, что Сережа приходит, рубит, колет, варит, строит и уходит? Я его не подпущу даже к детям. Мне ни один закон не писан. Я не подпущу, я уеду в другой город. А если он один человек, Таня, он детей не увидит. Нет, Танечка, это нельзя делать. Еще могу сказать. Это нельзя делать. Дети сами решат. Нет. Дети сами решат, хотят они или нет. Ну, видите, здесь уже вопрос о мести. И еще вот мы, вы посмотрите. Дети будут травмироваться, когда он будет приходить и таскать им конфетку. Вот, пусть нянькается. Когда родилась эта девочка, мы жили очень бедно, мы нашли коляску на помойке и отмыли в реке, катали ее. Ванька родился, я за коляску не могла выплатить два года, а вот этой он кинул деньги и купил коляску в раз. Рот за трой. Где ты видела, что я что-то купила? Мы подошли к одному из кульминационных моментов нашей программы. Героиня должна принять предварительное решение. Танюш, ну ты так расслабься. Пусть он первый. Ты красавица. Поверь в себя. После всего, вот что здесь произошло, на сегодняшнюю минуту, на данный момент, ты все-таки подаешь на развод? Ты отпускаешь его? Я отпускаю его. Куда? К этой бессовестной женщине, которая разрушила мою семью. Тебе же объясняют русским языком, что она не претендует на меня, не забирает. А родится ребенок, и что дальше? Да? Вот тебе ответили. Воспитывай. Теперь я все-таки, поскольку здесь треугольник у нас получился, я хочу Кристине задать вопрос. Ты будешь за него бороться? Ты его завтра примешь? Нет, наверное. Нет? Нет. То есть ты сегодня ему сейчас... Сереж. Потому что он же не признал, хотя буквально за минут 10-15 до передачи мы с ним переписывались. У меня написал, что я такого на передаче не скажу. Не откажусь от своего ребенка. Но получилось так, что я совсем другие слова услышала. Сереж, ну... Вот смотришь на нее преданное и верное, и думаешь, зачем же ты все рассказала на всю страну? Я это вижу в глазах. Я от тебя не отстану. Это твой ребенок или нет? Наконец, будь ответственным. Признавай. Прими решение какое-то. Так он потому что не знает, чей ребенок. Не знает. Потому что к ней ходят... Соседи же говорят. Мама, не защищайте его. Мне свечку держали, что ли? Соседи говорили. Не вмешивайте его. Мама, пусть он скажет. Ну пусть говорит. Сережа, так скажи. Ну все ведь... Я спрошу Кристину, хочешь, чтобы был мой ребенок? Почему она хочет? Сам скажи. Вот такой вопрос. Сереж, ты меня боишься? Кристин, посмотри ему в глаза так, чтобы он в конце концов либо здесь покраснел весь, либо подошел тебе и сказал, я с тобой осталась. Он прекрасно знает, что это его ребенок. Он мучили женщину. Он давал для чего тогда? В начале-то беременности. Значит, мой. Значит, твоя. Значит, твой или твоя. А кто, девочка или мальчик? Мальчик. Девочка? Мальчик. Признал. Признал. Хорошо. Саня, вам стало ли лучше? Мне очень плохо. А вот шведская семья, кто предложил? Я хочу, чтобы сына мне сюда принесли моего. А мальчик ваш... Да, я хочу Ваню обнять. Вот, вот. И стало тебе намного лучше после этого всего, да? Позвать в студию сына? Ваню пусть принесут. Ванька, вот там. Сейчас принесут сына. Таня, а зачем тебе сын? Мне тут больно. Больно тут, а сын тебя спасет? Мне тут больно. Матушка, ты что плачешь-то, сыночка? Маленький мой малыш. Ванечка, не плачешь. Вообще ты настоящая дракия. Перестань, Таня, перестань. Сынок мой. Сереж, набедокурил, а теперь Ванечка не плачешь. Ну, знаешь, надо было раньше садиться и разбираться с своей жизнью. Не доводить ни одну, ни вторую женщину. Все, все, все. И так, кто и будет ребенок, который родился к папе? Мама, никогда тебя не предназначена. Если ты, наконец, не примешь решение, с кем ты, как ты и почему ты. Ну, вот смотрите, мы устроили Сергею такой инквизиторский суд. Мы требуем от него, чтобы он стал сильный, смелый. Мы опять же забываем, что это ниоткуда не возьмется. Потому что человек из детдома. И не было той модели поведения. Некому было его научить. Вот мы сделали выбор. А мы говорим, вот сейчас за два, за две минуты быстро при нас решили. Так, первая или вторая? Уже не две минуты, во-первых. Как вы поняли, что это первая возможность вообще поговорить. Понимаете? С одной и со второй. И пока мы не разберемся с женщинами, никакие дети счастливы не будут. Сереж, ну как мне еще, как мне взывать к тебе? Если я с детского дома, то у меня наоборот, наоборот. Наоборот, культ должен быть, культ семьи. Я с ним жить не буду. Сережа, довезешь ребенка до дому и пойдешь к этой дряни жить. Это дрянь для меня. Все. Мы с тобой поговорим еще. Не, о чем? Вот, любимая, самая прекрасная. Найдут мне другого мужчину, он мне будет помогать. Смотрите, за это время... Я его буду любить, я его полюблю. И я его полюблю и забуду. И они будут набегать его папой. И я самая красивая и самая лучшая. Он не пойдет к тебе больше. Слушай, Танюш, вот действительно не надо так. Не надо. Возвращайся ко мне, иначе я тебе не дам детей. Это что такое? Не дам. Я вообще уеду в другой город. Путьма, скажите мне, пожалуйста, найдет или не найдет? Пусть в Кануре живет с ней. Как интуиция подсказывает? Будет у нее другой мужчина? Не интуиция, я знаю, что она подсказывает. Сергей, я вам желаю стать счастливым и свободным. Все-таки научиться любить и отвечать на любовь, а не на насилие. Татьяна, ваш мужчина тоже существует. Но только вы хотите всех и сразу. Оксана правильно сейчас сказала. Будет мужчина, который будет мне помогать. Вы ищете раба. Найдите того, захотите, скажите. Я хочу быть любящей. Я хочу быть любимой. Да, конечно, я хочу. Говорите это. Говорите. Да, слово материальное. Говорите. Вы ни разу за всю передачу не сказали. Я люблю, я любила, я хочу любить. Сделайте это. И придет тот мужчина. Он гораздо старше вас. И он есть. И он давно уже вас ждет. Фатима, скажите мне, пожалуйста, а что ждет Кристину? Она будет Сергеем? Вы спрашиваете лучше по-другому. С кем будет Сергей? Да, я-то буду с детьми всегда. Он будет с детьми, и женщин в его жизни будет очень-очень много. Значит, с какой из женщин он будет? И не только с этой. И не с этой, и не с этой. Он будет и с этой, он будет и с этой, и у него будет еще. Оксана, можно я сихотворение прочитаю? Давай. Золото в листьях тает, падает легкий снег. Слышу, как засыпает память прошедших лет. Не уходи так часто, ты от меня во сне. Знаю, что не напрасно ты улыбнулся мне. Снегопадом пройдет мое счастье. Снегопадом проходит зима. А весной, когда пахнет сиренью, ты, наверное, не встретишь меня. Только ночь будет плакать дождями, а ветрами обдует глаза. Ты проходишь с большими цветами, позабыв, что на свете есть я. Мне сейчас очень больно. Танечка, подойди ко мне, пожалуйста. Сереж, сюда тоже. Сереж, ты хочешь сохранить свою семью или свои отношения с Татьяной? Смерть иногда желает мне. Когда она узнала, что супруг изменяет ей со всем городом, ее жизнь превратилась в кромешный ад. Каждый день она получает сообщение с угрозами от бесчисленных любовниц своего мужа. Ко мне на работу приходит письмо, типа от его любовницы, что она меня сгноит живую, заживо сгноит. Какие тайны скрывает Чусовой? Кто в этой семье говорит правду? С кем останется Сергей? Выберет жену и детей или уйдет к очередной любовнице? Сереж, ты хочешь сохранить свою семью или свои отношения с Татьяной? Давай нормальные отношения у вас будут. А она как? А она как с твоим ребенком? Я к тебе прощаюсь. Нет, а она, я спрашиваю, да, хорошо, мы будем вместе. А она как с твоим ребенком? Ты же детей не бросишь. Ты туда будешь ходить, будешь иметь отношения с ней. А я как? На дороге лягушка? Иди живи к ней. Она красивая, молодая. На твою мамку походит. Родит тебе. Будет новая жизнь. Она не такая, как я. Сварливая. Тебе легче говорить, видишь? Ты что хочешь? Со мной жить? Я хочу быть с детьми. Скажи ей, что ты ее не любишь сейчас. Тогда я тебя оставлю. Скажи, что ты откажешься от ее ребенка. Тогда я тебя оставлю. У тебя что-то зациклилось-то все на другом. Я тебе говорю, где жили, как жили, так и будем жить. Если хочешь. Ниже плинтуса еще опущусь. Как лягушка, расплывусь в лужу. И жить буду. А ты будешь ходить по мне и меня. И топтать. И топтать. И пинать. А ей дарить цветы. Да? Писать, что она любимая. Как мне-то быть? Скажите, как мне быть? Танечка, подождите. Вот у нее еще второй чужой ребенок. Ты так чужих любишь. Ты ее полюбил. Но она мешает мне. Она мне мешает. Она будет мне мешать всю жизнь, если я буду с тобой. Хорошо, Танечка, можно я сейчас тебя попрошу? Ты понимаешь, да? Он тебе до сих пор мучает и не может ничего ответить. Кристина, а можешь теперь ты подойти на это место? Пожалуйста. Теперь ты задай ему вопрос, что он хочет и что теперь делать вообще. Я хочу, чтобы он ответил на Танину вопрос. Я перевожу. Откаживается он от ребенка и любит ли он меня или нет. Вот и все. От ребенка я уже признал, не отказываю. С ребенком я поняла, ты ребенка признал. Любишь ли ты Кристину? Если дети мои, то и женщин я люблю. То есть ты, женщин, любишь и эту, и эту двоих? Да. А тебя это устраивает, Кристина? Тебя такой ответ устраивает твоего мужчины? Подождите, тихо. Не устраивает. Тебя не устраивает. Ты не хочешь делить его с Таней? Ну, я думаю, ее тоже это не устраивает. Тань, тебя устраивает вот такой ответ? Конечно, я не устраивает. Я не буду ничего делить ни с кем. Он там сейчас сказал, и я вижу, как он смотрит на нее. В этот период, когда все произошло, вот завязались такие отношения. Понимаешь? А сейчас что? Ты меня швырнула. Когда вы развились. Но детей-то я люблю, я ее уважаю. Ты меня уважаешь, а Кристину любишь, да? Ну, вот я думаю, что это так. Я думаю, что это так. Его ты любит кто-нибудь, как в социальной жизни. Короче говоря, Татьяна, ты расстаешься с ним? Ты его отпускаешь? Я его отпускаю. Ты его отпускаешь? Кристина, ты с ним расстаешься? Ну, он же признал ребенка. Значит, Кристина, ты не хочешь от него отказываться. И если он выберет тебя, скажем, завтра, ты его примешь и будешь с ним вместе жить. Кристиночка. Я не могу сейчас ничего ответить. Не можешь ответить. Хорошо, спасибо тебе большое. А можно теперь, Танечка, тебя? Таня, последнее твое слово. Ты расстаешься с Сергеем? Я расстаюсь с ним. Хоть мне это очень больно. Я хочу, чтобы это у меня получилось. А ты отпускаешь его к Кристине? Я его отпускаю к Кристине. Я его отпускаю. Я его отпускаю. Все. У нас развод окончательный. Если любовь умерла, не стоит мучить себя и своих детей. С вами была Аксана Пушкина. С любимыми не расставайтесь. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Спасибо. С вами был Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...